Наконец-то стало понятно, кто станет главным соперником Владимира Путина на предстоящих выборах. Наша редакция отсмотрела и проанализировала десятки часов выступлений президента и пропагандистских эфиров на телевидении и радио. После чего мы сделали вывод. Основной оппонент Путина это сам Владимир Владимирович Путин. Сегодня мы разберемся, как так вышло, что российский президент объявил войну самому себе. Мы не раз говорили о характерной особенности, которая очень присуща российским и советским главам государств. Особенность эта прослеживается как минимум с середины прошлого века и заключается в том, что каждый следующий управленец обещает разобраться с пагубным наследием предыдущего начальника. Никита Хрущев развенчал культ вечности Сталина. Леонид Брежнев покончил с волонтаризмом Хрущева. Андропов собирался положить конец разгильдяйству брежневского времени, да умер. Чернинг пропускаем, он быстро жил и рано умер. Зато вот Горбачев вообще решил отменить перегибы сразу всех своих предшественников. Ельцин стал антиподом Горбачеву, а Путин начал бороться с наследием ельцинских времен. Девяностых. С девяностыми Путин боролся долго. Все нулевые и все десятые годы. Но сейчас за окном уже двадцатые. В 2024 году как-то нелепо идти на выборы под лозунгом «Преодолеем проклятые девяностые». Такую риторику в федеральном эфире может позволить себе какой-нибудь Александр Проханов, но Путину она уже не совсем к лицу. Девяностые годы – это разрушение великой советской цивилизации и создание квази-государства, которое управлялось Америкой и Западом. Девяностые годы – это страна, где ЦРУшник сидел на каждом военном предприятии, в каждом кабинете министерства. Это были страшные годы. В эти годы произошло чудо. Еще произошло восстание русского народа. И это восстание продолжается по сей день. Мы же до сих пор эту лапу с себя не скинули страшную. Мы ее скидываем, эти когти пились в нас, мы их выдираем из себя с кровью. Поэтому 90-е годы, будь они прокляты, с их свободой. 90-е годы закончились без малого 25 лет тому назад. Это огромный промежуток времени, четверть века. Примерно столько же времени человечество потратило, чтобы перейти от неуклюжих дирижаблей к пилотируемым космическим кораблям. Путин даже с его монопольной властью над российским теле- и радиоэфиром больше не может строить из себя эдакого Геракла, которому нужен новый срок, чтобы наконец-то вычистить ельцинские конюшни. Нужно предложить что-то еще, но беда в том, что у Путина ровно тот недостаток, который часто приписывают российской оппозиции. У Путина нет никакой позитивной программы и повестки. Раньше он иногда пытался продать россиянам хоть какую-то картину будущего. Это никогда не было сильно его страной, но тем не менее были хоть какие-то поползновения а-ля план Путина победа России. Были обещания сделать то-то и то-то к 2012, 2015, 2020 году. Обещания выдавались по принципу анекдота. Где я и где завтра? Почему не пообещать райские кущи к той дате, которая, казалось бы, никогда не наступит? Прямо шло вперед. Глава государства оставался один и тот же. А год то 12-й, то 15-й, то 20-й предательски наступали. Поэтому сейчас Путин о будущем на всякий случай вообще ничего не говорит. Глаза у него расположены как бы на затылке, взгляд устремлен назад. Но как быть, если карты 17-го века никому особо не интересны, а борьба с 90-ми себя полностью уже исчерпала? Решение очевидно. Давайте бороться с тлетворным наследием нулевых. Все мы очень любим эфиры Владимира Рудольфовича Соловьева. Постоянно читаю в комментариях просьбы. Ставьте их побольше. Соловьеву, чтобы побольше. И громкости прибавьте. Громкости. Давайте, мрази, сатанисты. Люблю я вас выводить на чистую воду. Но если серьезно, его эфиры очень удобны, как иллюстративный материал. Тут вам и генеральная линия партии, и официальные тезисы в их наиболее концентрированном виде. Вот, например, эфир с неожиданно оппозиционным заголовком. В России мерзкая и дегенеративная система образования. Владимир Путин в последнее время прямо заявляет о необходимости вернуть в вуза специалитет и отказаться от баллонской системы. Высшего образования. Соловьев, усиливая президентскую риторику, экзальтированно вопрошает, правда, непонятно у кого. О чем вы думали, когда вводили баллонскую систему? Не будем тут размышлять о том, правильно или неправильно было перенимать эту систему в этом видео. Интересно другое. А на кого вообще пытается наехать Соловьев? Российская Федерация присоединилась к баллонскому процессу в 2003 году. Это конец первого срока Путина. Специалитет стали заменять на бакалавриат и магистратуру в 2007. Это конец второго срока Путина. Тогда российские вузы просто выли от того, что реформу им насильно навязывают сверху. Что их заставляют переходить на новую систему слишком быстро и безо всякой подготовки. Что они даже учебные программы не успевают переверстать. Сейчас поговорим дальше об этом всем увлекательном действии. Сначала только посмотрите, пожалуйста, рекламу. Международный валютный фонд недавно спрогнозировал вытеснение Японии с позиции третьей по величине экономики мира. Третье место, согласно прогнозу, займет Германия. Также Германия занимает первые места в Евросоюзе по числу стартапов и качеству образования. Эта страна открыта для иммигрантов. Там больше 4 миллионов русскоязычного населения. И вы можете туда переехать. Есть сразу несколько программ, по которым вы это можете сделать. Фриланс-виза, голубая карта, это для тех, у кого есть предложение о работе. И виза поиска работы. Да, если у вас востребованная специальность, вы можете получить такую визу и приехать искать работу прямо в Германии. Со всеми типами виз вам поможет компания Интермигра. Также она помогает релацировать бизнес в Германию вместе с сотрудниками. У команды Интермигра более полутора тысяч кейсов. На ее счету переезд известных актеров, режиссеров и музыкантов. Основатель компании, юрист Влад Пинский, живет в Германии больше 30 лет, 20 из которых помогает с переездом. В команде Интермигра есть те, кто много десятилетий живет в Германии. Они хорошо знакомы с обстановкой внутри страны, знают ее особенности. Другие члены команды приехали сразу после начала войны. Им близки все те проблемы, с которыми сталкиваются в Германии современные иммигранты. Компания не просто помогает с визами, но и создает профессиональные иммигрантские сообщества, чтобы переезжающие чувствовали себя комфортно, на новом месте и быстро адаптировались. Также Интермигра поможет вам в вопросах дальнейшей реализации. Интермигра дает гарантии получения вами визы. Это будет прописано в вашем контракте. Если не получите, вам вернут деньги. Ссылку на сайт я оставил в описании. Там есть вся необходимая информация. И там же вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по ВНЖ Германии. Продолжаем. Посмотрим Соловьева дальше. Вы же любите? Тут будет целая минута на радость зрителям. Но попробуем все-таки выдержать. Это необходимо для повествования. Приходят люди в школу преподавать. А мы их вооружили, мы им дали идеологию. Мы их как воспитывали? Мы только сейчас на них обратили внимание. Ну, послушайте, вот у меня дети школьного возраста есть. Ну, когда учат детей чуть ли не год сдавать экзамены по долбанному ЕГЭ, то нахрена нужно ЕГЭ? Которая не измеряет уровень твоих знаний, а ты год учишься к тому, как у тебя его будут измерять. Ну, вашу мать, ну это же идиотизм. Ну, хоть кто-нибудь, скажите, посмотрев правде в глаза, педагоги, но уничтожили великую русскую и советскую, построенную на величайшей системе из Западной Европы, которая пришла еще и там из древности. Воспитание на абсолютно механистическое дерьмо, которое выпускает детей и не личностями сформированными, и уровень знаний такой, что, твою мать, ну что ж за упрощенчество такое? Ой, ребята, демократы. Неправильно воспитали новое поколение учителей, ваша ж мать! Единый государственный экзамен, это вашу мать! Механистическое дерьмо! Неясно только, при чем тут упомянутые соловьем демократы. Новое поколение учителей, о котором он так распинается, тех самых демократов, если и застали, то в раннем школьном возрасте. Так же вот и ЕГЭ. Реформа ЕГЭ – это именно путинская реформа. Она шла с первого его президентского срока до конца второго. А свой законченный вид приобрела, когда Путин был премьер-министром. Но ответственность, по мнению Соловьева, лежит почему-то вовсе не на президенте. Он у нас вообще никогда и ни за что не отвечает. А виноват в проблемах российского образования, как вы думаете, кто? Внезапно Ельцин-центр. Потому что есть это капище Ельцин-центр, в котором рассказывает о том, что какое несчастье вообще вот вся жизнь в России. Центр Соловьев назвал капищем. Но откуда же он взялся-то? В 2015 году центр этот открыл лично Владимир Путин. Более того, он лично посмотрел постоянную экспозицию и засвидетельствовал ее объективность. Сегодня мы открываем центр Бориса Николаевича Ельцина. Это не только дань памяти первому президенту России. Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории нашей страны. Эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых. Мы сейчас познакомились с экспозицией, и это действительно честный рассказ о том, как строилась современная Россия. С какими трудностями сталкивалась, какие проблемы решала. Рассказ о том, что было сделано в этот сложный период. На второй год войны вдруг обнаружилось, что проблемы есть не только в системе образования, но и на линии фронта. Однако неудачи на передовой, на ельцинское капище не спихнуть. Поэтому пропаганда нашла другого виновного, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Действительно, у некоторых экспертов есть вопросы к тому, как он проводил оптимизацию в рамках военной реформы. Но при ком Анатолий Сердюков стал министром обороны? При президенте Путине в 2007 году. Затем он всю дорогу был министром в правительстве под председательством Путина с первого до последнего дня его существования. А в 2012-м Путин из Белого дома переехал обратно в Кремль. И тогда Сердюков вошел в новый кабинет министров и еще полгода проработал при новом старом президенте. Так на кого ж целыми днями орет Соловьев? Послушаешь вот Соловьева и складывается впечатление, будто все прошлые 20 лет Путина кто-то держал в заложниках и прям вот заставлял принимать те или иные решения. Зато сейчас, после полномасштабного вторжения в Украину, Путин наконец-то обрел свободу. И теперь-то мы заживем. Эту странную риторику транслирует не только пропаганда, но и сам Путин. На недавнем заседании Всемирного Русского Народного Собора он прям так и заявил. Россия, мол, ведет на территории Украины национально-освободительную войну и битву за собственный суверенитет. Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией, сильной независимой державой, странной цивилизации. Звучит занимательно. По такой логике не американцы в 18 веке боролись за независимость против англичан, а наоборот, англичане против американцев. Еще тогда британский король Георг III пытался освободиться от американских кукловодов. Вообще о том, что на 23 году своего правления Путин решил повоевать за суверенитет, он заявил еще раньше, во время своего новогоднего обращения. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Интересно получается. Новая Россия существует уже больше 30 лет. Последние 20 у власти вроде как величайший геостротег. И вдруг оказалось, что он вот только на днях смог встать на ноги и сделал первые шаги к обретению полного суверенитета России. Возможно, вы видели на улицах российских городов странного вида пикетчиков с флагами в виде георгиевской ленты. Это активисты так называемого национал-освободительного движения, НОД. Они верят в конспирологическую теорию, согласно которой Российская Федерация не самостоятельное государство. Что оно не просто наводнено, а прям-таки оккупировано зарубежными агентами влияния. Они, дескать, проникли во все органы власти и превратили нашу страну в колонию. Владимир Путин героически против них борется, но у него, бедолаги, связанные руки. Вплоть до того, что Международный валютный фонд прям-таки заставил его поднять пенсионный возраст. У НОДа даже митинги были с плакатами «МВФ, руки прочь от наших пенсий». Так вот, эти люди считают, что народ должен подняться на борьбу против иностранных интервентов и освободить не только страну, но и лично Путина. До последнего времени НОДовцы считались этакой маргинальной сектой. Дмитрий Киселев в 2017 году в своей программе называл их «малахольными». Но времена изменились. Идеи НОДовского депутата Евгения Федорова, который признавался, что даже им самим управляют американцы, который называл Виктора Цоя агентом ЦРУ, его идеи вдруг оказались очень востребованы. Сам Владимир Путин объявил национально-освободительную борьбу за подлинный суверенитет. Только вместо того, чтобы как минимум и Пожарский освободить Кремль, он зачем-то двинул танки на Киев. В логике подобных освободительных движений есть маленький изъян. Если Путина заставили проводить реформы образования и военную реформу, если его принудили открывать Ельцин-центр и поднимать пенсионный возраст, то как мы можем быть уверены в том, что и войну он начал не по указке вражеской агентуры? Разве не выгодно врагам России втянуть нашу страну в какую-нибудь бессмысленную войну? Чтобы на ней погибло как можно больше молодых трудоспособных россиян? Чтобы кто мог уехать, уехали и начали работать на экономику других стран и увезли с собой туда детей? Чтобы вместо развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта деньги из российского бюджета шли на снаряды и танки? Чтобы государство, победившее в 45-м, утратило свою репутацию международную в 22-м? Может, от греха подальше все-таки поменяем президент? Нынешний, говоря на языке разведки, уже давно скомпрометирован. Давайте найдем в стране такого, который не находился 20 с лишним лет под колпаком западных спецслужб. До завтра.